Хочу ответить на некоторые вопросы, которые считаю важными, но они так сгруппированы, эти вопросы, что они отражают целый спектр мнений. Это не просто конкретный ответ на конкретный вопрос. Это ответ на значительную группу вопросов. Автор Суперслив. Вы сильно заблуждаетесь и отстали от жизни. Сегодня оккупанты в основном приписывают не на участках, а в системе ГАЗ. Идиот именно тот, кто участвует в этом фарсе и думает, что сможет улететь Шулера. Еще смешнее выглядит гражданин, который считает, что если ему удастся поймать Шулера на мошенничестве, то что-то изменится. Ну поймал Митрохин на весерних выборах, и что? Что изменилось? Кто-то пострадал за махинацию с бюллетенями. Существующей власти нужна только явка для придания клоунаде легитимности. Повторяю, голоса рисуются до выборов, а в процессе система лишь подгоняет результат. Вы можете сколько угодно выявлять подтасовки на уровне отдельных участков. Эти факты даже будут официально признавать, но на общий результат голосования это не повлияет. Уроки предыдущих выборов ничему не учат. Не надоело скакать по граблям? Кто призывает участвовать в этой клоунаде? Подонок, так как придает власти оккупантов видимость легитимности. Ну, во-первых, не надо ругаться. Все умеют употреблять разные слова, придумывать всякие ругательства. Я тоже умею. Но это ничего не помогает и ничего не объясняет. Если можно фальсифицировать выборы, почему нельзя фальсифицировать явку? Ну что же вы пишете-то? Так же, как вам напишут любые голоса, так же напишут и любую явку и туда же впишут, что вы, суперслив, приходили и голосовали. И были еще с красным бантом от радости. Неужели думаете, что это трудно сделать? Так зачем вы в такой манере объясняетесь? Теперь, никто не нуждается в той самой легитимности этой клоунады, как вы ее называете. Никто эту легитимность сейчас не ищет. Не ищет потому, что все знают, и уже очень давно, что по большому счету эта вся история абсолютно нелегитимна. По большому счету. Она с 1917 года нелегитимна, если уж вы хотите знать. Поэтому не надо сейчас так вот дергаться и нервничать. Дело-то в другом. Мы-то говорим вам, что если много людей придет на выборы и примет в них участие и проголосует, то это будет только означать, что много людей выскажет свою позицию. А эти много людей, многие миллионы людей будут знать, за что и за кого они действительно проголосовали. И тогда на этой основе, независимо от того, что там напишут, на этой основе можно строить настоящий, серьезный политический процесс. Ведь жизнь сейчас не заканчивается. А от того, что вы будете сидеть на своем диване и держать фигу в кармане или две фиги в каждом кармане, от этого ничего в стране не изменится. А когда много людей голосует, я это знаю по себе. Когда в Москве за меня голосовало 20 с лишним процентов, я видел это просто на улицах, на лицах людей. Это всегда видно. Это другие люди. Это люди, которые выполнили свой гражданский долг. Это люди, которые защищают будущее своих людей и своей страны. Они просто сидят дома и думают, что это когда-нибудь, может быть, все развалится. Ничего. Само не развалится. Если люди не хотят менять свою жизнь, то ничего не изменится. Нужно пройти и приголосовать. А заявку вы не волнуйтесь. Они какую нужно, такую нарисуют. Дело не в цифрах, которые они будут рисовать, а дело в ощущении десятков миллионов людей, за что и как они голосовали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова